Привет! Как дела? Итак, я продолжаю рассказывать о своем первом путешествии в Великобританию в июне 2005 года. После того, как я приехала в Лондон и прогуляла с братом практически целые сутки по центру города, и знакомилась с его достопримечательностями, о чем я уже рассказывала в прошлом ролике, если кто не помнит, смотрите в этом видео. Мы вернулись домой и легли спать, а на утро уже отправились в наше первое турне по Англии на машине. Итак, продолжаю зачитывать мой рассказ о втором и последующих днях нашего с братом путешествия по Англии. Мы встали около 7 часов утра, несмотря на то, что мы легли в час или в два часа ночи. Для меня это было не рано, так как в Петербурге было уже 10. И позавтракав со Стасом пиццей, которую он развозил по городу, ему на работе в качестве бонусов можно было брать одну или две пиццы с собой. Погрузили вещи в машину и отправились в путешествие по Англии. Первым пунктом нашего назначения был бывший римский городок под названием Бав. О нем я уже отдельно рассказывала, если кто хочет, смотрите в этом ролике. Ну, а сегодня наше первое путешествие в этот город. Так как стоянки во всех городах, особенно в центре, платные и дорогие, мы припарковали машину далеко от центра бесплатно и пошли пешком. Прогулялись по центру, зашли в местный действующий храм. Там послушали два произведения, исполнявшиеся на органе. Пофтографировались, зашли в музей римских термальных источников, римские бани. Чем, в принципе, и славится этот город. Прямо из-под земли в нем бьют горячие источники. Раньше в этих термах купались римляне. А сейчас это не действующие бани. Музей для любопытных. Рядом в магазинчике мы купили сувенир в память об этом интересном городке и отправились к машине. По дороге мы увидели речку, где сидело много чаек. Вдруг прилетела одна чайка, и все остальные сразу же разлетелись. А та гордая и злая, ходит такая по краю водной глади, и никто не смеет к ней подлететь, все боятся. Мы прозвали эту чайку Босс, так как подумали, что она вожак стаи. Вскоре мы подошли к машине, перекусили, сели и поехали в направлении Ливерпуля. Заехали в город Честер, поездили по нему, посмотрели городок, и где-то под ним встали на ночлег, заехав в кемпинг к заливу моря. Поставили палатку, но спать в ней не стали, так как долго сидели в машине и пили пиво, вспоминая старые добрые времена. Проболтали часа три и легли спать в машине, так как там было намного теплее, чем на улице. Насколько я помню, мы долго сидели, вспоминали наше детство. Один раз включили фары, и на нас смотрело два таких светящихся глаза. Стас сказал, что это была лиса. То есть она испугалась, что такое произошло, почему ее ослепили, в общем, пробегала, видимо, мимо. И на утро наша машина оказалась в каком-то заливе, и вода стремительно прибывала. Брат проснулся и сказал, давай в темпе собирайся, мы уезжаем отсюда. И так как мы спускались куда-то к реке, видимо, это была какая-то река, вода, в которой то прибывает, то убывает. Нам повезло, что ночью у нас не затопило. И я помню, что мы долго пытались подняться по песчаному пляжу на машине, и не было никакой помощи вокруг. В общем, еле-еле вскарабкались на горку и поехали дальше. Нашим следующим пунктом назначения был город Ливерпуль. Итак, утром мы выехали с места ночевки и отправились в Ливерпуль. Подъехав к туннелю, который идет под морем, мы обнаружили, что у нас в наличии нет мелочи, а за туннель надо было платить один или два фунта. Мы поехали в город Бакингем искать банкомат. Долго колесили по нему, не могли найти, и, наконец, сняв деньги с карточки, отправились в туннель, который шел прямо в Ливерпуль. Там долго искали место для парковки и снова нечаянно заехали в туннель. То есть как бы поехали обратно. Платить по второму разу не хотелось, и когда доехали до пропускного пункта, мы резко развернулись и поехали опять в Ливерпуль. Наконец, мы нашли центр города, нашли бесплатную парковку и пошли пешком изучать Ливерпуль. Зашли в местную библиотеку, взяли карту. Доброжелательные библиотекарши нам посоветовали, куда сходить, что посмотреть, и объяснили, как до туда добраться. Первым мы посетили исторический морской музей. Там мы посмотрели небольшую экспозицию, и нас заловила с вопросами музейный работник. Как сейчас помню, минут 15 брат отвечал на целый список вопросов. Я уже стояла, говорю, давай быстрее. Говорит, ну подожди, в Англии как бы неприлично уйти, не заполнив до конца анкету. И брат старался уже до конца дописать там, что она его спрашивала. Стас долго отвечал ей по анкете, после чего мы пошли в музей, ходили по этажам, смотрели различные корабли, исторические экспонаты, видели Титаник в уменьшенных размерах. Вот чем знаменит этот маленький английский городок. А еще в нем организовывалась и развивалась супер популярная в свои годы группа The Beatles. Мы решили пойти в музей Битлов, но цены оказались кусачими. 14 фунтов. Ну и так как мы не такие уж большие фанаты, мы решили туда не ходить. В магазинчике при музее продавались сувениры, посвященные Битлам. Я нашла очки Джона Леннона, конечно же копию. Примерила их, а Стас в это время меня сфоткал. Еще он купил мне небольшой такой сувенирчик с Yellow Submarine, то есть с желтой подводной лодкой, о которой пели в свое время Битлы. Мы немного проголодались, решили двинуться в центр. Купили в супермаркете куриных ножек в готовом виде и пошли на улицу обедать. К нам сразу слетелась куча лупоглазых голубей и чайки. Голуби клевали крошки хлеба, а чайки ели всякие хрящики и мясо от курицы. После питания мы пошли в Ливерпульский музей. Там мы смотрели всяких жучков, червячков, морских животных и так далее. Музей закрывался, нас попросили и мы ушли. Но перед этим успели сфотографироваться в англо-саксонских каких-то одеждах. Я уже говорила не раз, что мне очень нравится в английских музеях предлагают какие-то наряды той или иной эпохи, того или иного города или культуры, примерить на себя и сфотографироваться. И так вот мы и поступили. И у нас остались вот такие вот памятные фотографии о городе Ливерпуль. Мы в виде англо-саксов. Ну, отдельно о городе Ливерпуль я уже рассказывала. Если кто хочет посмотреть, смотрите в этом видео. Далее мы поехали в город под названием Блэкпул, который находится на побережье Атлантического океана. Вечером было холодно, мы немного погуляли по побережью, поиграли в развлекательных центрах в монетке, проиграли около двух фунтов и пошли искать ночлег. Стас предложил переночевать в палатке или в городском парке или на заброшенном участке между двумя жилыми домами. Я подумала, парк открыт, если мы расставим палатку, нас заметят, и мало ли кто тут ночью может ходить. Я решила, что лучше будет переночевать на пустыре за забором. Перелезть его было очень трудно. Стас потянулся на руках, задрал ногу и перелез. А я так и не смогла. Руки у меня слабые, а ногу просто так не задерешь, не потянувшись на руках. Тогда он обхватил, как бы обнял меня и потащил к себе. С горем пополам я тоже оказалась за забором. Мы расставили палатку и легли спать. Я, как сейчас помню, долго не могла заснуть. Было очень холодно. Меня всю колотило. Ну, ночи в Англии очень холодные. На утро оказалось, что мы ночевали в заброшенном углу поля для гольфа. Представляете как? Ну, точно так же мы сложили палатку, перелезли через забор и пошли гулять по городу. И это уже был день 1 июля. Мы поехали в супермаркет, купили еды, заехали в Макдональдс, взяли кофе, чай, поели и пошли на набережную. На пляже не было почти никого. Мы легли на песочек, решили позагорать. Было холодно, но солнечно. Солнышко припекало и становилось теплей. Мы полежали часик-другой и пошли обедать. По пути зашли в игровые автоматы, поиграли в бильярд, в тир, сходили в туалет, так как на улице были только платные. И пошли в супермаркет с горячей курочкой. Ну, то есть мы так, шатались по городу без дела. В принципе, в Блэкпуле там особо делать и нечего. Я уже отдельно о нем рассказывала, если кто хочет, смотрите в этом ролике. Ну, вот так вот мы путешествовали с братом, изучали Англию. Курочку мы решили поесть на набережной, разделяя добычу между чайками и голубями. Оказалось, чайки едят даже самые большие кости от курицы. Так что мусора у нас, кроме пакетов, не осталось никакого. Опять попалась крутая чайка, которая всех гоняла. Одну даже за хвост цапнула и потрепала. Что-то сразу улетело и больше не возвращалось. Мы снова спустились к океану и решили хотя бы помочить ноги. Купаться было нельзя. Спасатели следили за побережьем. Океан, несмотря на холодную погоду, оказался очень теплым. Не хотелось уходить, но мы сели в машину и поехали в Лейк Дистрикт, долину озер. Люди чаще называют его Край Озер. К вечеру мы приехали в горный городок, в низине которого было самое большое озеро долины. Все въезды к озеру были закрыты. Мы никак не могли к нему подъехать. Мы долго искали место, где расположиться. Объехали пол озера, оно длиною 12 миль. Наконец нашли какой-то кемпинг и в темноте пристроились рядом с чьим-то трейлером. Я ночевала в машине, а Стас рядом в спальнике на земле. 2 июля на утро мы проснулись из-за дождя. Посидели, подумали, что же делать дальше. Стас хотел идти в горы дня на три, а я домой в душ, в цивилизацию. Я ощущала себя очень грязной. Хотелось просто где-то принять душ и нормально почистить перышки, не в туалете Макдональдса. Дождь испортил нам все планы и мы решили вернуться в Лондон. Я как сейчас помню, мы сидим в машине, перед нами какая-то такая большая парковка. И вот так вот дворниками туда-сюда, туда-сюда, дождь льет беспробудно. И брат купил дыньку и говорит, ну что, пойдем в горы. Я так и посмотрела на него. Дождь, палатка, холодно. И еще три таких дня я не выдержу. Говорю, может быть все-таки в Лондон? Говорит, ну ладно, поехали. То есть он, конечно, у меня был любителем походов, а я в палатках не люблю ночевать, мне всегда холодно и я замерзаю. Это, наверное, была единственная ночь, когда я спала в палатке в Блэкпуле. В остальные дни я спала в машине. Хоть как-то согревала меня машина. В детстве мы с родителями ездили на море, жили в палатках. Но в сознательном возрасте я, наверное, никогда не пойду в поход с палатками. Просто это не мое. Назад мы доехали довольно быстро. Надо было проехать 300 миль. А вперед мы уже наколесили около 700 миль. Приехав домой, я отправилась прямиком в душ. Покупалась, отдохнула и мы поехали кататься на великах в ближайший парк отдыха. Посидели у озера, покушали дыньку, которую Стас купил в поход. Еще немного покатались и отправились домой. Я предлагала Стасу пойти в гайдпарк, где проходил какой-то благотворительный концерт с участием Мадонны, Робби Вильямса, Марая Кэрри и других мировых знаменитостей, о котором я узнала по пути в Лондон. Мы слушали радио и там часто говорили, что вот, Мадонна там, ну называли знакомые имена. Я у брата спрашиваю, что это такое, что это за концерт или что это будет. Говорит, да, какой-то концерт в гайдпарке. Да, в гайдпарке ежегодно проходит такой концерт с мировыми звездами, но он платный и туда большие очереди. Я туда ни как репортер, ни как просто гусь не ходила. Не могу ничего рассказать, но просто музыку послушать в самом гайдпарке можно и за забором, если не смотреть на этих звезд. А так толпы там огромные собираются. Я просто не люблю такие концерты, где толпа народу и практически ничего не видно. Но брат мне то же самое и сказал, что туда собираются толпы народу и мы ничего не увидим, а к сцене не прорваться. Я ему говорю, не знаешь ты меня. Если дело касается сцены, это дело принципа смотреть концерт только в первых рядах. Ну, если уж действительно я попадаю в такую толпу, то я мелкими шажками добираюсь прямо до самой сцены. Ну, уговаривать я его не стала, так как с дороги очень устала и решила хорошенечко отдохнуть. Вот таким было наше с братом первое путешествие по трём британским городам. Дальше я уже гуляла по Лондону и о следующих моих днях первого визита в Великобританию я буду рассказывать позже. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok